Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот незадача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Собрал почти полную коллекцию нарушений, за которые лишают прав пьяный водитель Рено Логан на улице Павла Корчагина. Лихач успешно перевернул свой автомобиль, а потом не менее благополучно отказался от экспертизы. Подробности в рубрике «Обзор аварий» сегодня дайджест за 7 дней. У заправки по адресу улица Павла Корчагина, 88А, перевернулся Рено Логан. По информации очевидцев, с виду нетрезвый водитель иномаркер загнался, наехал на бордюр и оказался на крыше. Виновник серьезно не пострадал. Сотрудники ДПС выявили у него признаки алкогольного опьянения. Правда, проходить алкотест лихач не стал, и теперь в его списке грубых нарушений добавится отказ от экспертизы. Ранее его лишали прав за выезд на встречку и за скрытие с места аварии. В очередной раз молодому человеку грозит лишение права управления. В Юрьянском районе лоб в лоб столкнулись газели из «Шевроле». Авария произошла днем 15 июля возле деревни Подгорцы. По словам очевидцев, водитель «Шевроле» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. После мощного удара рулевой иномарки погиб на месте происшествия. Также пострадали две его пассажирки, среди них 17-летняя девушка и водитель «Газели». Их госпитализировали. В Кирове за новым мостом в ДТП попали два автомобиля. По словам очевидцев, женщина-водитель «Лада» неудачно перестроилась из отдела «Газель». Далее машина врезалась в отбойник. На улице Пролетарской сотрудники ДПС заметили на проезжей части мужчину, который лежал прямо на асфальте. По словам Виктора, он возвращался домой из травмбольницы. До подъезда оставалось всего ничего, перейти дорогу, но его сбила какая-то темная японская иномарка. После наезда, признался пешеход, у него заболело колено и затылок. Руки, ноги целы? Руки, ноги целы? Нога сломана. Какая? В районе колена, да, сломана? Виктор, где ботинки-то у тебя? Так они улетели. После того, как сбили вас, да? Ну. Если верить Виктору, водитель авто после наезда даже не остановился и скрылся с места происшествия. После обращения пешехода врачи осмотрели мужчину, а сотрудники ДПС произвели замеры ДТП. Обстоятельства аварии проверят полицейские. В Кирове, возле здания ГИБДД на улице Преображенской, водитель Рено Логан сбил мальчика, который пересекал дорогу на самокате. В этом месте нет пешеходного перехода. В итоге школьник получил травмы, к нему на помощь приехала бригада скорой помощи. В Кирове на проспекте строителей водитель «Девятки» прокатился по двору и загнал машину в тенек. Очевидцы сняли на камеру последствия небольшой аварии. По словам жильцов, сразу после фиаско несколько с виду пьяных людей размышляли над тем, как поднять авто обратно на дорогу. Сергей Пичугин. Место происшествия. Девушки отдыхают.